всем привет у нас сегодня новый видеообзор и как вы можете видеть в этот раз мы поговорим о наборе от компании eduard причем он поставляется в версии weekend edition это миг 15 в масштабе 7 сторон и сама по себе модель не совсем новая то есть пластик уже некоторое время существует на рынке но вот этот вот именно вариант это полностью новая версия модели и у нас сегодня коммерческий образец на столе поэтому будет интересно рассмотреть что уже вообще идет в комплекте и чем этот вариант отличается от предыдущих коробок или изданий вот этого мига 15 собственно боксар здесь очень даже красивый такая характерная схема для одного из чешских самолетов на ней вы наверняка слышали и видели причем размер коробки у нас здесь стандартные и если вы уже сталкивались им старыми наборами от eduard здесь вас ничего не удивит но при этом еще раз напомню то что этот боксарт можно купить в виде отдельного плаката вот вы можете видеть сравнение с моей рукой как я уже сказал коробка не очень большая но это модель 72 масштабе поэтому вполне ожидаемо номер набора 74 59 и здесь на борту у нас идет еще немного информации что она изготовлена в чехии на другой стороне у нас есть четыре варианта окраски причем они очень даже цветные я бы сказал для советского самолета это даже необычно скорее коробка с верхней загрузкой у нас здесь и рамки уложены в несколько пакетов то есть сейчас мы их начнем открывать и рассматривать все поближе начнем мы собственно с прозрачной рамки она выполнена вот такой вот круглой форме здесь у нас идут детали фонаря и разумеется вы сможете открыть кабину то есть здесь никаких проблем не возникнет единственное что я бы мог посоветовать это маски потому что в weekend edition у нас масок нет то есть если вы хотите получить аккуратную окраску лучше все-таки раскошелиться и докупить эти маски от эдуарда чем самому пытаться вырезать и закрывать вот эти детали далее у нас идет первая серая рамка здесь у нас идут половина фюзеляжа причем обе половины отлитые с килем но без руля направления вот вы можете видеть другую левую и правую в принципе дизайн до сих пор смотрится очень даже неплохо видно что эдуардовцы делали это с заделом на будущее и при этом ничего здесь не состарилось в плане проработки внутренняя расшивка выглядит очень даже аккуратно единственное что нужно будет постараться это не зашлифовать ее при сборке потому что у меня вот такое вот уже было когда вот эти вот две детали соединяются вместе нужно все таки как-то стыки обрабатывать и в итоге получается то что немного расшивки уходят и приходится делать рескрайбинг внутри у нас есть направляющие как для сопла двигателя так и для кабины но насчет кабины рекомендую не беспокоиться потому что она будет собрана отдельно и вставлена между половин фюзеля же обратите внимание то что сопло здесь довольно таки простое никакого двигателя разумеется здесь нет и есть также специальные тонкие секции где можно установить воздушный тормоз но это уже выбор за вами потому что воздушный тормоз он докупается отдельно в виде брасин набора и разумеется здесь уже нужны будут определенные навыки чтобы установить такие тонкие детали на эту модель как-никак 72 масштаб далее у нас идет другая вторая рамка на ней уместились детали крова и причем каждая из сторон крова будет склеена из двух половин элероны у нас послужит также и направляющими как вы можете видеть на одной из половин их нет но при этом опять же внешняя проработка очень даже неплохая некоторые заменяет вот эти вот специальные проставки на детали травления для большей правдоподобности потому что травление тоньше но здесь уже выбор за вами если вы хотите так заморачиваться потому что разумеется это нужно будет докупать и внутри опять же если вот эти вот тонкие места которые можно просверлить для установки пилонов и других дополнений на самолете но в принципе качество литья очень даже неплохое обратите внимание то что все питатели размещены на передней кромке крыла далее у нас следует еще одна рамка то есть здесь довольно таки много литников для 72 масштаба но при этом на вот этой рамке у нас здесь уже микс детали потому что идут и детали для кабины и детали для внешней проработки при этом все выглядит очень даже аккуратно как я уже говорил кабина собирается из нескольких деталей затем уже вставляется в фюзеляж при этом не забудьте то что вследствие особенного дизайна миг-15 здесь кабина еще также будет и соплом двигателя и носовая стойка шасси кстати отлита вместе с колесом но все это можно заменить на смолу если вам захочется то же самое касается и кабины есть дополнение смолы оригинальный эдуардовский но разумеется это все будет стоить дополнительных денег поэтому здесь уже выбор за вами если вы хотите потратиться на такое дополнение и в таком случае уже точно придется открывать кабину чтобы показать всю эту красоту я бы конечно советовал просто докупить травление чтобы получить базовые вещи и при этом все равно кабина будет смотреться впечатляюще всем старом масштабе мне кажется этого более чем достаточно но некоторые любят заморачиваться и почему бы нет если вы готовы потратить такие деньги далее у нас идут декали разумеется они отпечатаны в эдуарде на первом листе у нас идет техничка причем двух вариантах в красном и синим насколько я вижу и это будет зависеть уже от варианта краски которые вы выберете и еще один лист декали он содержит у нас основные символы скажем так и есть даже несколько декалей для кабин инструкция у нас типичная для этого производителя цветная брошюра что из исторической заметкой синим цветом здесь на карте детали отмечены детали которые не будут использованы как вы можете видеть их немного ну и сборка начинается сразу с кабины с детали кабины и сопла двигателя точнее воздухозаборника здесь же нужно уже использовать декали для кресла пилота как вы помните у нас декалями даны ремни вот вы можете видеть их поближе и в принципе это очень даже неплохой вариант некоторым моделистам этого будет более чем достаточно и разумеется это также подразумевает то что у вас эти нюансы будут скопированы в модели и сидение не останется пустым то есть вполне себе неплохой вариант далее мы собираем сопло двигателя и приборную доску здесь нужно будет выбрать или вы хотите деталь с влитыми шкалами или же хотите использовать декаль затем собираем крыло устанавливаем нижнюю панель фюзеляжа в носовой части который собственно закроет все вместе обратите внимание то что носовая секция тоже у нас отдельно то есть вот этой вот области не будет никаких ненужных стыков и это очень даже неплохой дизайн который позволит сохранить опрятный вид модели далее мы продолжаем сборкой шасси здесь устанавливаем основные стойки вместе с колесами и здесь же нужно будет немного попотеть потому что есть определенные нюансы где нужно согнуть правильно пластиковые детали но это следствие оригинальной конструкции этого самолета далее мы продолжаем сборкой подвесных топливных баков которые собственно размещается под крылом и затем уже идут схемы окраски здесь разумеется вот этот вот чехословацкий самолет который был на боксарте далее у нас еще один идет из китая затем еще один чехословацкий опять же и еще один из российских ввс или советских ввс как вам больше нравится но в принципе тоже очень интересный вариант следствие вот этой синей полосы опять же четыре варианта для weekend edition это очень даже неплохо и здесь же у нас идет еще таблица по нанесении всей технички на самолет в 72 масштабе рекомендую это все нанести потому что будет смотреться впечатляюще ну и на последней странице у нас есть немного реклама дополнения для этого набора как я уже говорил есть и травление есть и смола поэтому будет из чего выбрать ну и некоторые еще производители чешские делают двигатель кстати может быть некоторым будет интересно в целом набор получился очень даже неплохим тем более за свою цену это хороший вариант для тех кто хочет собрать реактивный истребитель миг-15 и разумеется буду рада слышать ваше мнение не забудьте его написать вот здесь комментариях ниже если видео понравилось то обязательно нажимайте кнопку лайк и подписывайтесь на канал ну и увидимся в следующем видео обзоре как обычно спасибо за то что присоединились сегодня и пока